Берегоукрепление прибрежной зоны Жемчужины Семеречья придаст дополнительный импульс развитию курортной линии поселка Факши и Коктума-Алакольского района Алматинской области и сведет на нет вероятность несчастных случаев. Протяженность прибрежной полосы озера Алаколь близ поселка Коктума составляет 8 километров, а глинистый, отвесный и в целом опасный участок 2 километра. Именно здесь 31 июля разбила 16-летняя девушка, упав почти с 8-метровой высоты. Ее последнее селфи стало фатальным. Обрушение побережья озера Алаколь явление нередкое. Ежедневно спасательные отряды проводят рейды для выявления новых трещин в отвесной глинистой гряде, сигнализирующих о скором падении грунта. Службой экстренного реагирования проводятся и профилактические меры. Для этого по линии опасных участков установлены таблички с предупредительными надписями и натянуты сигнальные ленты. В опасных местах, запрещенных для купания и отдыха, нашей службой ведется наблюдение. Для этого сформирован отряд из 13 человек. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Однако не все отдыхающие соблюдают меры безопасности, как на берегу, так и на воде. С начала купального сезона работники нашей службы спасли из воды 18 человек, трое из которых дети. Надо отметить, что установку предупредительных табличек с сигнальными лентами сотрудники ЧАЭС проводят ежегодно с наступлением купального сезона. Однако эти меры нельзя назвать превентивными и уж тем более защитными. Поэтому нужно берегоукрепление, что обезопасит прибрежную линию от обмыва, эрозии и обвала, а отдыхающих от несчастных случаев. Проблема не нова. И вот, наконец, средства выделены. Работа начинается. В данное время идет дислокация техники, оборудования, вахтовый городок. Как с техникой оборудования поступить, приступаем к работе. Прежде всего, начинать разрушать ярд, который уже начинает обрушаться. Поступит техника и начинаем его сносить. На первом этапе засыпка берега и отбивание шпунтовым ограждением берега. Берега укрепительной работы в Варгайтинском сельском округе предусмотрены близ поселка Коктума и Акши общей протяженностью более 13 километров. Ввод объектов в эксплуатацию ожидается в ноябре следующего года. Евгения Присяжная, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Недобросовестных алименщиков в Алматинской области стало меньше. Если в прошлом году таковых было около 4 тысяч человек, то в этом году в 10 раз меньше. Такую статистику приводит Департамент юстиции региона. Ведомцы также отмечают, что на спад пошло и общее количество должников, обязанных платить алименты. Все это результат продуктивного труда региональной палаты частных судебных исполнителей. Снижение по невыплате алиментов удалось добиться в результате принятых мер по трудоустройству должников. Усилиями частных судебных исполнителей Департамента юстиции Алматинской области за первые полугодия 2020 года было трудоустроено более 50 человек. Но есть и те, кто алименты вовсе не платит, несмотря на стабильное финансовое положение. Этих должников привлекает к административной или уголовной ответственности. По трудоустройству должников судебные исполнители в настоящее время принимают все необходимые меры. Вместе с тем судебные исполнители ориентированы на привлечение должников к административной и уголовной ответственности путем направления представления в суды и органы полиции в случае отказа от трудоустройства должников. То есть судебный исполнитель дает уведомление должнику о необходимости трудоустройства. В случае, если должник отказывается, судебный исполнитель имеет право привлечь должника к административной и в дальнейшем к уголовной ответственности за неисполнение судебных решений. Для того, чтобы взыскать алименты с должника, необходимо обратиться в региональную палату частных судебных исполнителей. Те, в свою очередь, обязаны принять незамедлительные меры. К судоисполнителю Асхату Балтабаеву обратилась женщина, которая осталась с ребенком одна. На протяжении нескольких лет ее бывший супруг не платил алименты и за должность составляла более одного миллиона тенге. Решение проблемы не оставило себя долго ждать. Она решилась всего за два месяца. К нам обратилась гражданка Дьяченко Ирина Владимировна о взыскании алиментов Салаева Даньяра. Так как он в протяжении нескольких лет не оплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мы его предупреждали об ответственности, уголовной ответственности. Он, так как распивает постоянно спиртные напитки, мы хотели его привлечь к уголовной ответственности по статье 139. Супруга не хотела, Ирина, чтобы мы его привлекли к уголовной ответственности. В связи с тем Дьяченко Ирина возвратила судебный приказ и написала письмо, что должник Алаев оплатил за должность в полном объеме. Всего по Алматинской области к административной ответственности привлечено 143 злостных должников по алиментам и еще 6 к уголовной. Специалисты отмечают, что жесткие меры по наказанию должников являются весьма эффективной практикой. Алексей Цоя, Блайкутыкбай, Телеканал ЖТСУ. Волонтеры трудового отряда ЖАСЛ Ель начали раздавать средства индивидуальной защиты. В рамках акции более 500 единиц масок, перчаток и антисептиков раздали на улицах города Талдыкурган. Молодежь преследует цель разъяснить гражданам элементарные правила санитарных норм, такие как носить повсеместно маски, обрабатывать руки санитайзером и соблюдать дистанцирование. Ведь в это непростое время пренебрегать ими нельзя, заявляют в штабе. Только в областном центре более 30 добровольцев провели разъяснительную работу и еще раз напомнили о социальной ответственности. Добавим, акция неодноразовая. Работа в данном направлении продолжается. Цель сегодняшней акции, которая была создана организацией Жасуэль, это пропаганда здорового образа жизни, распространение того, что здоровье это самый ценный ресурс в нашей жизни. И основная наша цель заключается в том, чтобы распространить и передать другим людям, чтобы они носили маски. Напряженность, которая накапливалась в преддверии президентских выборов в Белоруссии в воскресенье вечером, вылилась на улицы. Возмущенные, оглашенные первыми результатами провластных экзитпола в противнике Лукашенко, стали собираться в центре Минска, чтобы выразить протест против имеющей, по их мнению, место фальсификации итогов голосования. Их пытались держать силы правопорядка. Противостояние продолжалось несколько часов. Против митингующих были применены спецсредства, в том числе водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый газ. Есть пострадавшие и много задержанных. С самого начала протестных акций силовики жестко пресекали попытки устроить шествие по городским улицам. ОМОН и подразделения внутренних войск блокировали центральные районы города и стали вытеснять протестующих с главных улиц. Кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала своих сторонников и сотрудников правоохранительных органов избегать насилия и обвинила власть в том, что в столкновениях пострадали люди. По словам представителя ее штаба, руководство страны во многом само спровоцировало такую ситуацию. Группа вооруженных террористов напала на французских граждан на юго-западе Нигера. В результате убиты 8 человек. Нападение произошло на заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли 6 граждан Франции и двое нигеритцев. Убитые в Нигере были сотрудниками Международной гуманитарной организации АСТЭТ – Агентства по техническому сотрудничеству и развитию. Эту информацию официально подтвердили власти Франции. Боевики на мотоциклах окружили внедорожники и открыли огонь. Инцидент произошел в часе езды от столицы страны Ниамея. Район Тулабери – стратегически важное место, где сходятся границы трех сторон – Нигерии, Мали и Буркино-Фасо. С 2017 года там введен режим чрезвычайного положения. В этой части Африки активно действуют исламисты из экстремистских террористических групп, Исламское государство в Западной Африке и Бока-Харим. Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между силовыми структурами и активистами протестного движения. Участники антиправительственной демонстрации штурмовали и захватили правительственные здания. В частности, МИДа, Минэнергетики, Минэкономики и Министерства охраны природы. По последним данным, армия смогла вытеснить протестующих из здания МИДа. Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации Ливанских банков, но охрана смогла отпор дать разъяснительной толпе. В ходе столкновения с правоохранительными органами пострадали сотни демонстрантов. Один сотрудник силовых структур погиб. Протестующие требуют отставки президента Мишеля Ауна, спикера парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба. Последний призвал к досрочным выборам. Пример также сообщил, что расследование взрыва в порту Бейрута не будет долгим. По его словам, произошедшее стало результатом многолетней коррупции и пообещал, что все виновные будут найдены. К этому часу у меня все, а мы с вами встретимся на телеканале ЖИЦУ ровно в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова